Привет! Меня зовут Артём. В этом ролике я расскажу, как обработать вокал и сохранить микс в отдельный файл. О том, как записывать вокал, я рассказывал в ролике «Запись вокала в программе Adobe Audition». Теперь расскажу об обработке вокала и сведении трека. Если вы уже записывали вокал, то наверное заметили, что по сравнению с профессиональными фонограммами, ваш голос звучит как-то плоско, неярко и вяло. Это вовсе не значит, что у вас слабый голос, просто вокальная партия на профессиональных студиях обязательно обрабатывается различными эффектами, которые придают голосу плотность, объем и прозрачность. В этом уроке мы попробуем обработать вокал средствами Adobe Audition. Мы не будем углубляться в настройки и воспользуемся готовыми пресетами. Главное, чтобы вы поняли принцип и основной алгоритм обработки вокала. Кстати, тот же самый алгоритм относится к любому аудиоматериалу, например, к записанной вами гитаре. Итак, существует три основных вида обработки – эквализация, компрессия и задержка. Причем, обрабатывать вокал следует именно в такой последовательности – сначала эквалайзер, потом компрессор, потом ревер. Встроенные обработки Adobe Audition – далеко не лучшее решение. Но, повторюсь, главное понять принцип. В последующих уроках мы рассмотрим более продвинутые плагины эффектов от сторонних производителей. Итак, у нас имеется записанный вокал. Попробуем его обработать. Шаг первый – эквализация, то есть коррекция частот вашей записи. Главная проблема дешевых микрофонов – отсутствие верхних частот и жидкие низа. Попробуем исправить это эквалайзером. Для наглядности возьмем самый простой тип эквалайзера – графический. Если в процессе обработки вокала что-то нас не устроит, мы всегда сможем откатиться назад, вплоть до самого начала проекта. Делается это, как и во всех подобных программах, кнопками-стрелочками – undo и redo. С их помощью можно отменить или вернуть обратно любое действие. Идем во вкладку «Эффекты», «Фильтры», выбираем графический эквалайзер. Наверняка вы уже сталкивались с подобными устройствами. Графический эквалайзер разбивает аудиосигнал на раздельные полосы частот. Каждая полоса имеет свою регулировку громкости. Вкладки сверху меняют точность или, как еще говорят, добротность эквализации. 10 полос, 20 и 30. Остановимся на 10. Включаем прослушку и пробуем регулировать различные полосы частот. Мы всегда сможем сравнить накрученный звук с оригиналом, поставив галочку в окне «Отключить». Прозрачность вокалу придают высокие частоты. Частая ошибка новичков – они сразу задирают высокие частоты, в результате начинают выпирать свистящие и шипящие звуки. Звукачи называют это «песок». Добавлять частоты надо очень аккуратно, ориентируясь на слух. Надо добиваться максимальной естественности звучания вокала. Все частоты должны быть сбалансированы. Строго говоря, грамотный звукач старается не добавлять частоты, а наоборот обрезать лишние. Если перестараться с высокими, вокал будет песочить. Чрезмерное усиление середины придаст вокалу телефонное звучание. Если перестараться с низами, вокал будет бубнить. Постараемся добиться максимальной естественности звучания. Сохраним результат. Шаг 2. Компрессия. Компрессор выравнивает вокал по громкости. Записанный вокал звучит неравномерно, некоторые слоги звучат громче, некоторые тише. Это видно по самой звуковой диаграмме. Убедитесь сами, начало звучит тихо и теряется в музыке. А под конец громкая нота вылезает вперед. Эту неравномерность сигнала мы исправим с помощью компрессора. Идем во вкладку эффекты, амплитуда, динамическая обработка. Более подробно работу с компрессором мы изучим позже, а пока воспользуемся готовым пресетом VocalComp24Fast. Применяем эффект. Как видите, даже визуально вокал стал ровным, громкие звуки теперь не выпирают, тихие не провалены. Теперь вокал будет звучать ровно и плотно. Шаг 3. Задержка. Бывают разные эффекты задержки. Ревер, дилей, хорус и флэнжер. Возьмем самый наглядный эффект – дилей. Идем во вкладку эффекты, эффекты задержки, мульти задержка. Дилей с английского так и переводится задержка. Выбираем эффект Simple Echo. Включаем прослушку. Два верхних ползунка регулируют громкость срабатывания и время задержки. Третий ползунок регулирует громкость эффекта по отношению к чистому сигналу. Попробуем с помощью ползунков на слух добиться красивого звучания вокала. Помните, что любой эффект при обработке надо использовать очень аккуратно. Если переборщить с задержкой, вокал будет звучать как в дешевом караоке. У музыкантов даже есть такой термин – кабацкий дилей. Обычно такой дилей накручивают, чтобы замаскировать лажу в исполнении. Главная задача задержки – придать вокалу объем, добиться, чтобы он хорошо сливался с фонограммой, а не звучал отдельно, как бы сам по себе. Когда правильный звук найден, сохраняем результат. Теперь можно свести вокал с минусовкой. Идем в окно мультитрека, включаем воспроизведение. Внимательно слушаем и выставляем правильный баланс. Для этого щелкаем правой кнопкой мыши на окошке громкости вокальной дорожки и ползунком выставляем нужное значение. При этом нужно внимательно следить за индикацией уровня громкости, чтобы не допустить перегрузки. Помните золотое правило звукорежиссера. Лучше не добавлять, а убирать лишнее. То есть, если музыка забивает по громкости ваш голос, лучше прибрать музыку, чем усилить голос. Когда правильный баланс громкости найден, можно сохранять микс. Для этого удерживаем клавишу Ctrl и выделяем аудио. Затем нажимаем кнопку «Смикшировать аудио» и наши треки сливаются в микс, который затем автоматически открывается в окне редактора. Остается только его сохранить. Идем в меню «Файл», «Сохранить как», выбираем формат PCM-WAV. Затем вводим название трека и папку для сохранения. Таков самый простой алгоритм обработки вокала и создания микса. Сам микс также нуждается в небольшом редактировании, т.е. финализации. Не будем здесь произносить громкое слово «мастеринг». Под финализацией я имею в виду обрезку тишины в начале и конце трека, а также нормализацию громкости, частотную и динамическую коррекцию трека, фейдинг, т.е. плавный уход громкости в конце трека, если это нужно, и подобные вещи. Подробнее о финализации трека я расскажу в следующем ролике. Удачи!